Была единая церковь, то есть, не было католиков. Просто был Восток, Запад. Особенности были? Да, конечно, были уже. Иначе не произошло бы потом разделение. Но главное, что это иерарх монах, и он не единственный, это бывало и не раз в истории, смотрит, произносит литургия, произносит соответствующие слова. Сие из тела моё, так хлеб и остаётся же хлебом. Кровь моя, так вино, как было, так и остаётся. И бедный, и смучился он. Кстати, он не единственный, ещё раз вам повторяю. И вот однажды, это было в 8-м столетии, вдруг он увидел, что этот хлеб превратился, уж не хочу даже называть это слово, помните, я вам в прошлый раз цитировал, да, и это не вино, а кровь. Он пришёл в ужас даже. Но в данном случае этим не окончилось. Этот священник поверил, что действительно есть, это есть уже тело и кровь Христа. Но дальше этим не окончилось. Но я, прежде чем продолжать, хочу сказать, наше учительное известие, которое вы найдёте в наших служебниках, говорят об этом явлении как. Если священник вдруг во время совершения Евхаристии увидит что-нибудь подобное, не имеет права причащаться даже до тех пор, пока это видение такого рода не окончится. Слышите, какое предупреждение? Это вопреки вот этому вот исповеданию, о котором в прошлый раз говорили, что по велику человеку неестественно вкушение неварёного мяса, помните? Вопреки этому утверждению запрещают учительное известие в таком случае. Почему? Потому что если ложное чудо... Ну, мы с вами об этом достаточно говорили много. Почему это ложное чудо? И что об этом даже речь не идёт? Что Евхаристия – это не превращение, а это процесс точно тот же самый. Кстати, вы запомнили, что в богословии евхаристология, то есть учение о Евхаристии – знак равенства, христология – учение о Христе. Ну, и, конечно, мы здесь о Христе говорим. И как воплощение цена Божия не изменило природу человеческой, не превратило её в божественную, не уничтожило этой природы человеческой, не уничтожило, что, к сожалению, очень большой степени, помните, и в Агрии, например, говорили всё монофизитство отсюда, то есть единая божественная природа. У него нет – нет, равноценные, точные, неизменные. То же самое и в Агриистии. Вот так вот, и в Ланчано произошло то, на чём, кстати, с чем, ну, я уже вам сказал, что католики постоянно это приводят. Вот же, пожалуйста, чудо! И кровь эта осталась, превратилась в шарики. Пять шариков хранится до тех пор. Причём обладает каким свойством? Свойством каким? Один шарик крови весит любой, причём из них, но один. Когда взвешивают, его вес равен всем пяти. Никто ничего понять не может. Любой берут – один. Взвешивают все, а один и тот же вес равны. Причём, причём это дальше пишут, что называют каких-то двух профессоров, которые исследовали даже в 20 веке и нашли здесь даже клетки или не знаю, что, даже мышцы миокарда, мио, ну, сердечные мышцы, так, и так далее. Вот что это. Хранятся эти в каком-то хрустальном сосуде. Вот это ланчанское чудо, как они его называют, и которое они рассматривают как божественное чудо, на самом деле есть один из ярких примеров вот этих лже-чудес. Пример. У католиков, кстати, вот такие чудеса, они происходят. Там, кроме Януария, например, там, в день его памяти в этой запаянной как в этой ампуле вдруг приобретает текучесть. Именно в день Януария, и больше никак. Потом вновь опять застывает. И так далее. Вот такие вот внешние вот эти всё, это все чудеса, которые они... Вот, говорят, вот видите чудо, ну, что и дальше, что? Ну, значит, наша церковь истина. Да здравствует Папа! Особенно Франческо иезуит. Я просто почему и начал этот вопрос сегодня, что такое лже-чудо? Надо это понимать, что действительно совершаться, действительно совершаются эти вещи. Но цель-то какая! Основа-то подспудная, что там лежит во всех этих чудесах, уводит сознание человека от истины в ложь. Ну, хорошо, друзья мои. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!